Молоко – молочный продукт или молокосодержащий продукт? Полки магазинов пестрят разнообразием. Молоко разной жирности, на любой вкус и кошелек потребителя. Но как выбрать то самое, натуральное и вкусное? Только что из-под коровы, похожее по вкусу на парное. Небольшой соцопрос показал, что шумкенцы приобретают молоко, ориентируясь на качество и цену. Если в семье пьют много молока, то и выбирают его хозяйки по принципу «недорого и сердито». Я пью молоко очень часто. Я каждое утро пью с кофе. Молоко я выбираю по жирности. Я его добавляю вместо сливок. На первом месте у меня качество, а на втором уже только цена. Кто пьет больше молока, они смотрят на цену. Кто пьет меньше молока, они смотрят на производителя, в первую очередь, и смотрят на вкусовые качества. Чтобы избежать ловушек маркетологов при покупке молока, эксперты рекомендуют внимательно осмотреть упаковку. Следует обратить внимание и на условия хранения. На пачке или бутылке обязательно должно быть написано, как хранить молоко после вскрытия упаковки. Хотя и это не показатель. Проверки, регулярно проводимые Комитетом по защите прав потребителей, постоянно выявляют факты нарушений требований технических регламентов и обмана потребителей в части несоответствия продукции заявленному составу. Состав молока у каждого производителя отличается. Так, например, здесь в состав входит цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, масло сливочное и заменитель молочного жира. А вот этот пакетик молока состоит из нормализированного молока и витаминного примикса. То есть здесь есть витамины В, С и даже Е. По словам руководителя областного отдела техрегламента Комитета по защите прав потребителей Жандоса Музафарова, молоко может называться только то, что в своем составе не имеет побочных примесей. В составе такого молока только один компонент – цельное молоко. Все остальное – ничто иное, как молочный напиток. Его восстанавливают из сухого, сгущенного или концентрированного молока, добавляя воду. Молоко – это натуральный продукт. Уже молочные продукты – это тоже натуральный продукт, только к ним уже добавляются компоненты. Например, кефир, ряженка, разные продукты. Молоко – это уже считается молочной продукцией. Если витаминезин, то должно витаминезин молоко указать. А если молочная продукция, например, кефир, витаминезин или еще какие-то компоненты добавлять, это уже считается молочной продукцией. На прилавках отечественных супермаркетов сегодня представлен широкий ассортимент молочных продуктов из Казахстана, Белоруссии, России, Кыргызстана, Туркменистана и Украины. Цена зависит от бренда. Раскрученные фирмы торгуют на порядок дороже. На стоимость влияет и жирность. Чем она выше, молоко дороже. Средний ценовой диапазон до молока в Шумкенте составляет около 200 тенге за литр. В числе позитивных изменений на молочном рынке производитель считает выбор потребителей в пользу казахстанского молока. Покупатели считают, что местное молоко более натуральное и свежее.